на днях ну не знаю как вы читаете слова я молюсь вы господь где куда много чё тут написано что и он говорит захарию иди в захарию я открываю ну третью главу не первую давайте откроем и когда я начал читать я начал получать вещи и меня не насторожили в том смысле что это было это отличалось от того как это происходило раньше ну то есть скажем так дух вы знаете что откровение этот дух это не просто полученное знание откровение этот дух дух премудрости и откровения и вот тот дух откровения который в этот раз был на слове это было то чего я еще не получал раньше не пережил не было опыта то есть это было новое и сравнить можно с чем что примеру мы играли какой-то дворовый футбол наша команда там красная горка или там марина до сборная марина и вот наша команда попадает в лигу которая выше уровень то есть не высшую лигу но какую-то там третью вторую где уже немножко все по-другому где лучше поля строже судейство больше спрос нужно форма ты не можешь уже кто во что оделся в том пришел какие-то взносы какие-то призы какое-то внимание кто-то пришел заметку в газете написал сборная марина до обыграла сборную за югославии и я понял что это откровение из более высокой вот лиги куда он заводит сегодня церковь а вы знаете что чем выше лига тем все там серьезней соперники посильнее но и награды получше какие сейчас деньги платятся за футболистов бюджет небольшой страны чтобы там купить там этого месси рональда неймара это суммы которые бюджет какой-то страны может быть целый за одного человека чтобы он бегал играл и чтобы люди были довольны и радовались там такие ставки на этом все поэтому это высшая лига и понятно что кто-то не захочет этого кто-то скажет да не пошли опять возле школы возле школы играть в такой вот на футбол кто-то васька будет иди на ворота этого нет в той лиге там не бывает такого что кто-то не пришел знаете мама не отпустила кого-то там контракты там другие отношения и я поделюсь этим откровением сегодня но одновременно с этим такая пришла легкость не было никакого груза тяжести потому что раньше когда приходили глубокие откровения я чувствовал вес их то есть это все равно что ты делаешь какой-то там подход с максимальным весом на штанге это делается обычно у спортсменам раз в месяц или раз в два месяца то есть максимально подход и потом ты восстанавливаешься то в этот раз это было легко несмотря на вес то есть и сейчас когда поклонялись это слово пришло что мы будем воевать в шаломе то есть генерал который или я не знаю ну там вот у него в распоряжении эти как сказать кнопочки там пустить ракету или дать приказ пустить ракету или он же не орет на врагов а шалфан сра его не слышат не он говорит так там квадрат такой-то уничтожить есть три-два-один огонь щух уничтожили спокойно никто ни на кого не орал никто никого в пот не вошел не махал руками не дрался то есть власть где слова царя там власть и духовная война будет идти как вот этот сотник сказал военный скажи только слово и что еще он заорал он сказал иди слуга твой здоров все спокойно без криков я не верю что ну этого когда начинаем слово там нигде намека нет что он на бесов орал выгоняя их из людей как мы это делали раньше вы иди вон я сказал во имя иисуса нет я сказал вон и аж орали помните как орали что голос срывался и без что-то не вышел все равно по итогу или там затихарился и за мне этот случай всякий раз когда я за освобождение говорю всплывает когда мы там после молитвенного объезда заехали в одну церковь и один говорит помолитесь во мне бесы он взял топор сейчас убивать вас будете там сейчас а ему да ты свободен да я не свободу стоит человек с топором говорит хочу вас порубать а ему пастор и да ты свободен все нормально скажи то из шо от горы слова оставь его замолчи и выйди все вот и вся война дай нам бог войти в это но вернемся в захарию третью главу показала мне иисуса великого иерея стоящего перед ангелом господнем и сатану стоящего по правую руку то есть кто к иерея священник то есть главный там священник и тут сатана одесную не господь а сатана одесную противодействовать ему очень интересная вообще да вот и сказал господь сатане и сказал господь сатане господь да запретит тебе господь сатана да запретит тебе господь сатана не головля ли он и сторону то из огня иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом сейчас пока вот один один такой вот вот в то с чего начали знаете тут же у захарии вот этим тут же у захарии восьмой главе что значит смена сезонов что значит когда по-другому все по-новому начинает происходить вот послушайте даже сейчас десятый стих восьмой главы ибо прежде дней тех не было возмездия для человека не возмездия за труд животных не уходящему не приходящему не было покоя от врага и попускал я всякого человека враждовать против другого а ныне для остаткова этого народа я не такой как в прежние дни как вам такое господь говорит я другой буду ого он что поменялся вы понимаете как все может происходить ныне и в эти дни в эти дни вот ключ время другое и бог по-другому открывается и имеет отношение с людьми поэтому когда мы какой-то там вот там в пятидесятых годах вот шестидесятых вот в девяностых было пробуждение прошло это время вот мы запомнили бога вот как в девяностых мы ходили с трактатом и говорили иисус любит тебя и люди к бежали и каялись закончилось время это но не работает уже бога говорит я другой буду того бога уже не найти значит надо слепить или идола или идти к живому богу потому что есть образы божьи которые в которых нет бога уже вот так вот это и есть религия а я помню все я говорит не такой как в прежние дни я сегодня не такой как вчера это ж песня наша мы же пели в церкви несколько раз где еще поют песни газманова до школе христа это же песня от духа ветер это руах дух святой это мои крылья по я кожу старую срывая по швам новой кожи я все небо обнял в песнях ветра мысли очень просты кроме неба нету правды другой это же мы это про нас будет я не такой как вчера говорит господь саваоф окей огорчило меня только вот что в этом всем раскладе вот что новый сезон новое время все будет по-другому что пророческое служение она и так не сильно как бы его любят потому что она странная а когда приходит что-то новое это значит те даже кто уже как бы вроде бы как вместили уже и подписались на youtube уже даже уже досматривают и не ставят там вот этот вот на эти у нас вот всегда на канале кто-то подметил кто-то один сюда заходит и ставит всегда на любое видео вот человек работа такая не нравится мне не нравится ладно значит уже вроде бы когда ну ладно крюковский там но школа хрида ну вроде бы уже что-то от бога и тут приходит новое и опять все по новой то есть даже тех тоже как бы принимал все все гонят мы говорим зря мы вообще поверили под начали слушать потому что это не вмещается в старое новое не помещается в старое сейчас уже не найти компьютера куда диски эти засовывать дискеты сейчас все мы взяли вот эту сейчас купили надо был жесткий диск маленький такой как спичный коробок тысячу гигабайт что туда туда все можно что хочешь засунуть или вот это вот дискета помните были четырех дюймовые сколько там один мегабайт и и еще четыре два один чем-то мегабайт на одной дискете и были игры я помню где надо было целую стопку дискет чтобы их загрузить поиграть один раз по очереди вставляю чтобы он загрузил информацию меняется старая не войдет в новое новое не войдет в старое оно несовместимо но тем не менее мы ныряем мы идем мы уже выбор сделан и по-другому уже жить не хочется по-новому так по-новому и так иисус же был одет в запятнанной одежды стоял пред ангелом который отвечал и сказал стоявшим перед ним так снимите с него запятнанные одежды а ему самому сказал смотри я снял с тебя вину твою вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные и сказал возложите на голову его чистый кидар и возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду ангел же господень стоял и засвидетельствовал ангел господень и сказал иисусу так говорит господь совалов если ты будешь ходить по моим путям если будешь на страже моей то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими я дам тебе ходить между этими стоящими здесь и вот теперь вот еще внимательнее слушать выслушай же иисус иерей великий ты и собратья твои сидящие пред тобой нужны мужи знаменательные вот я привожу раба моего отрасли ибо вот тот камень который я полагаю перед иисусом смотрите попробуйте представлять немножко на этом одном камне семь глаз на камне и вырежу на нем начертание его говорит господь совалов и изглажу грех земли этой в один день глубина глубокая камень 7 глаз господь говорит напишу на нем вырежу на нем и когда это произойдет грех земли земли грех будет изглажен не иисуса этого еврея что есть камень давайте воспоминаем что про камень мы из слова знаем что камень это иисус краеугольный камень это первый камень основания иисус говорит я камень да все пили из из камня камень же был христос то есть камень это земля то есть где камни находятся на земле или в земле они и висят в воздухе камень оторвался ударил стукана по ногам и сам стал горою гора это как большой камень такой тоже что еще про камни вспоминайте давид чем камнем убил голиафа мы живые камни говорить сами как живые камни устрояйте из себя дом божий на этом камне я создам церковь мою высадите как и все интересно да камень это как земля да вот земля представить представитель земли и бог говорит то что я сделал с этим камнем очистить всю землю о земля и время до 29 о земля 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 слушай слова он говорит напишу напишу зачем писать что-то на камне потому что глаза они могут быть как открыты так и закрыты также не сказано они в каком состоянии глаза находились а когда люди закрывают глаза вот когда можно увидеть человека с закрытыми глазами какие причины умер первое ну то есть когда помер все глаза за или ему закрыли ли сам закрыл уснул спит закрытые глаза потом боится до когда страшно глаза закрываешь мы с одним поехали кататься на велосипедах парнем и он первый раз я ему дал шлем велосипед если он так лихо слетает с гор с таких крутых как ты не боишься это я глаза закрываю я говорю я такого еще не слышал он закрывал глаза и слетал не это конечно плохо закончилось он выбил себе плечо потом его вставили но по крайней мере когда человеку страшно он закрывает глаза и когда мы там молимся или мечтаем хотим уйти от реальности да хотим уйти от это от соединиться от реальности мы тоже закрываем глаза то есть вот эти причины когда глаза могут быть закрыты смерть сон страх или уход от реальности то есть уйти вот где-то там по разным причинам соответственно я увидел это так что помните колеса исполненный глаз животный исполненный глаз не было бы никакого смысла в глазах если бы они не закрывались и не открывались если бы бог создал нас не способными закрывать глаза тогда бы мы не говорили про закрытые глаза вовсе но создал наши глаза такими что они постоянно лупают лоп 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 все время мельтешат ой 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 солнце тогда да или ой что-то такое ой боюсь боюсь, 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 все, 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 все хорошо, я дома, все. Уходим, да, бывает от реальности. Или когда там заснул, умер и так далее. И я увидел, что когда он написал, вот как он написал на скрижалях, опять же, каменные скрижали были, да, и Бог на них написал слово, заповеди, на камни. Почему не на дереве, не на папирусе каком-нибудь египетском красивом? Камень, он говорит, камень это все связано, вот все, что мы за камень тут сейчас вспомнили, и то, что не вспомнили, это все об одном связано. Потому что камень это Ишуа. И глаза могут быть закрыты, но когда пишется слово, глаза начинают открываться. Пока глаза закрыты, грех земли остается на земле. Когда написано слово, когда открываются глаза. Ну, хорошо, вы скажете, там не написано, что открылись или закрылись глаза. Безусловно, не написано. Но и не написано обратного. Поэтому здесь мы можем только верой принимать или не принимать. Да, 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 сейчас мы туда дойдем. Сейчас, мне надо же открытие, что-то записывал, подождите, потому что пропущу. Так. И вот, смотрите, в четвертой главе Бог говорит, что ты видишь? Он говорит, вижу светильник, весь из золота. И чашечка, и там далее, и две маслины на нем, справа, там, с левой стороны. И отвечал ангел, что это говорит, что это такое, спрашивает пророк. Ангел говорит со мной, отвечал, сказал, ты что, не знаешь, что это? Я сказал, не знаю, господин мой. Тогда отвечал, он сказал мне так, это слово Господа к зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савалов. Кто ты, великая гора, перед зарававелем ты равнина, и вынесет он краеугольный камень, камень, первый камень, первый, вот с чего все начинается. При шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. Руки зарававеля положили основание дому этому. Его руки окончат его и узнают, что Господь Савалов послал меня к вам. Ибо кто может считать этот день маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес? В руках зарававеля те семь. Это очи Господа, которые объемлют или обозревают взором всю землю. Семь глаз, обозревающих всю землю. Что нам дает зрение? Оно нам дает всю информацию. 90% всей информации мы получаем зрением. Кто пришел, кто не пришел, кто спит, кто бодрствует, у кого какой цвет одежды, у кого настроение. Мы же, общаясь друг с другом, я же не говорю так, Олег, как у тебя дела? Олег, не может понять, к кому я обращаюсь. Мы в глаза смотрим. И если я подхожу вот так, как у тебя дела? Он тоже будет думать, что-то не то. Куда мы смотрим? Мы же не на ноги, не на руки. В глаза, глаза в глаза, вот где контакт. Внимание, вот, что дает взгляд. И вот, например, раз говорю, посмотрите все на Алексея. Вот посмотрите на него сейчас все. Алексей, ты ощутил внимание людей? Ну вот вдруг ты сидишь, и никто не знал, как тебя зовут даже, представляешь? Теперь все тут узнали, что ты Алексей в лакосте, красивой футболочке. Внимание! Бу-у-у! Когда ходил, я помню, Джон Пол Джексон приезжал, что это за город? Николаев, по-моему, мы ездили туда. Пророк такой, Джон Пол Джексон. И он говорит, сейчас мы будем служить людям в зале, а там, ну, тысячу человек где-то. И он там раз кого-то вызывает. Вот ты там, лысый такой, в белой футболке, встань. И он такой встает, и ему там пророчествуют, и, конечно, ну как, и вот мы все сидят, выбери меня, выбери, хоть бы меня, хоть бы меня, хоть бы мне. И когда тебя, он, все смотрят на лысого в белой футболке, кто это, вдруг это становится известной личностью, ему говорится о его судьбе. И это внимание мы ощущаем, когда на нас смотрят. Есть даже такое, что духовно мы можем чувствовать, как на нас смотрят, вот духи какие-то смотрят. Вот ты это чувствуешь спиной, как будто бы. Внимание, обращенное на нас. Радостно смотрят семь, значит, открылись глаза. На строительный отвес руках зарывали. Семь духов божьих, семь глаз, смотрящих на землю. Сейчас, сейчас дойдем. И что он говорит? Я отвечал и сказал, что значит эти две маслины с правой стороны светильника и с левой. И вторично стало говорить, то есть ему ответа не было, смотрите, интересно, да? Ангел игнорировал его какое-то время. Что значит, говорит? Начал говорить, вторично, что значит эти масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Он подробнее задал вопрос. И он сказал мне, ты не знаешь это? Ох, мы, конечно, для ангелов интересный вид. И я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные леем. Что такое масло? Елей. Как горит светильник? Масло туда наливали, выжатое с оливок. Выжатое масло оливковое в светильнике, фитилек тогда горит. То есть, чтобы светильник горел, нужно подливать масло постоянно. И он говорит, это две маслины, у них масло. Они наполняют собой этот светильник, чтобы он горел, горел, горел. То есть, чтобы глаза постоянно были открыты, нужно масло. То есть, чтобы светильник горел, чтобы глаза были постоянно открыты, нужно масло, нужен елей. Он есть у пророков, Бог дает пророкам вот эту функцию постоянно активно держать откровение, видение, вот эти все процессы Божьи в церкви. Поэтому, когда от пророков избавляются, все засыхает, фитиль угас и масла нет. Пустые вот эти чашечки. Сейчас, надо же начать. Значит, смотрите, камень, семь глаз. Камень – это земля, отношение к событиям земным. Глаза могут быть открыты и закрыты. И Бог сказал, земля, слушай, Слово Господа. Значит, земле нужно Слово. Камень, земля, чтобы открылись глаза земли, чтобы грех ушел. Чтобы снялся грех, нужно, чтобы открылись глаза, нужно, чтобы Слово было к земле провозглашено. Вот это новый этот сезон, когда Бог будет давать людям Слово к земле. Не просто от доброты душевной мы будем что-то говорить в молитве. Мы будем устами Божьими, говорящими к земле, на которой стоят города, живут люди и так далее. О, земля, земля, земля. Три раза это было сказано. Слушай Слово Господа. Глаза открываются. Как только мы открываем глаза, тьма уходит. Закрыли глаза в темноте. Открыли глаза, стало все ясно. Ведение пришло. Ведение, понимание, откровение. По сути, что такое откровение? Это открытые глаза. Ты спал, тебе подошли, как дали по шее, и ты проснулся. Ну, кто как будет, да, своих любимых. Так, а ну-ка вставай в школу. Глаза открываются. Неведение – это грех. Неведение. Весь грех, в котором мы можем жить, от неведения. Как только мы входим в откровение, в понимание нашей судьбы, нашего предназначения, мы отдаляемся от греха. Чем больше грех, тем больше откровения нужно. Чем больше зависимость, тем больше нужно открытых глаз. То есть, смотрите, грех ослепляет, блокирует. Иисус и Иерей стоял в грязных одеждах под виной, под стыдом. Но Господь говорит, все, грех земли в один день снимается. Мы как бы, да, вот были больше сосредоточены, как бы, чтобы мне не согрешить. Как бы, чтобы мне не входить в грязные одежды. А что насчет земли, на которой мы поставлены? Как насчет творения, которое стенает и мучается, и ждет откровения от нас? Какого откровения? Когда мы скажем слово, оно будет высечено на этой земле. Ее глаза будут открываться. Видение или откровение лишает грех его места и силы. Знаете, как многие живут? Вот, многие верующие. Мы так же умеем жить, прищуясь. Такое, знаете, уже не спишь, но и сильно там не... Ну, такое что-то. Живем, прищуясь. Такое так, чуть-чуть что раз и ушел. Вынорнули там раз в неделю, что-то такое. Что-то все живы, здоровы, шалом. Глупый ходит во тьме. У мудрого глаза в голове его. А глупый ходит во тьме, и тьма его похлотит. В общем, жить прищуясь уже не получится. Надо или открытым лицом взирать на славу, или уже бежать от славы. Ой, что-то даже не буду говорить. Мы говорим церковь. Что же есть церковь? Церковь – это то, что стоит на камне с открытыми глазами. Церковь – это не то, что сборище верующих по интересам. Наш клуб собирается в книжном магазине сегодня. Мы тут все объединены одной идеей. Мы верим в Бога. Это не церковь. Это общество анонимных христиан. Любое другое название, но не церковь. Потому что церковь – это то, куда смотрят глаза Божьи. Вот что такое церковь. Вы знаете, я когда копнул эти переводы, а еврейские эти переводы, греческие – это, а еврейские там просто. Там только Дух Святой может объяснить. Я, бывает, Девору там спрашиваю, у меня есть такое привилегие. А ну, Девору, вот такое слово, объясни мне. И там вот такое приходит, как чек, знаете, в Ашане, когда ты скупился всевозможных вариантов. И типа, и вот теперь дальше сам разбирайся, что же значит это слово, там, яма, да. Ну, шу. Так вот, одно из значений, вот эти вот семь, да, глаз. Это камень, на который смотрят с семи сторон. То есть, семь глаз Духов Божьих смотрят одновременно на этот камень. Видите, как интересно? Не один глаз, а семь – это полнота. То есть, концентрация Божьего внимания. Вот как я сейчас сказал, посмотрите на Алексея. Раз, концентрация пошла всех глаз туда. Так концентрация Божьего внимания, она не везде. Она не везде. Наша задача – привлечь внимание Божье. Видите, как? Потому что, если нам удастся привлечь внимание Божье, его очи сюда будут обращены. Сейчас я с это все забегаю. Итак, церковь, только то является церковью, что стоит на камне с открытыми глазами. Не просто на камне с закрытыми глазами, когда мы знаем, мы веруем. Знаете, вот это символы веры. Георгий, знаешь его? «Верую в тридиного Бога, Отца, Сына, Святого Духа». Аминь. Нет, это не церковь. Это просто манифест, символ. Но если глаза закрыты, знание без откровения – это не церковь. Это не живое. Просто признавать факт, что существует Бог, это не делает меня церковью вдруг. Ну ладно, так и быть. Верю, что Бог есть. Да ты что? И бесы верят. И дьявол верит. Ну и разница какая. То есть, знаете, что такое церковь? Мы можем перестать быть церковью в один день, если Божье внимание уйдет отсюда. А где внимание Божье? Как я сказал, Алексей, ты ощутил на себе внимание людей? А есть люди чувствительные. Ну есть люди жестокосердные, они ничего не чувствуют. А есть люди очень чувствительные, и они даже в крайность впадают, чтобы что-то не подцепить. Чтобы что-то мне там не передали негативную энергию. Ой, пообщался с этим человеком, больше не буду общаться. Столько-столько негатива на меня. Ой, пришло. Это так и происходит так. Так вот, туда, куда направлено внимание Божье, туда Его присутствие приходит. И чем больше внимания Божьего сосредоточено где-то, тем больше Его славы, Его присутствие там, на том месте. Если где-то, ну вот большое что-то может быть, такое, на каждом сантиметре написано Иисус, 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 значки Иисус, татуировка на лбу Иисус, а Иисуса нет там, представляете? Господь сказал следующее. Сейчас я где-то это записывал. Вот этим. А давайте и прочтем. Исайя 59. Исайя 2 местописание. Исайя 59, стих 2. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас». То есть, Бог отворачивается и не смотрит больше сюда. Другое, Аввакум 1.3, 1.13. Там написано, «Чистым очам твоим несвойственно смотреть на беззаконие». Соответственно, мы можем как привлекать Божье внимание, так и отталкивать Его. И Он отворачивает свой взор. И эти семь глаз перестают смотреть на нас. И, соответственно, уходит присутствие Божие. Уходит Дух Святой оттуда. Или же Его остается очень мало. Знаете, вот сейчас я могу сказать, посмотрите так косо на Алексея. Вот так. Боковым зрением. И вроде бы как мы его замечаем, какой-то силуэт, но уже концентрации нет внимания. Я уже не могу сказать, во что он одет, какое у него настроение, сколько ему лет. Это такое. Ну, вроде бы как, да, имею в виду тебя. Но если я, вот когда, пойдем поговорим, пойдем пообщаемся. Вот концентрация внимания. Совершенно другая связь. Влияние идет. Обмен идет. Так и с Богом мы можем своими какими-то поступками привлечь его внимание. Или наоборот. Вот есть места писания. Я тут повсюду писал их сейчас. Где? Где? А где, да? Где? Вторая параллель Паминон. Смотрите. Седьмая глава. Читали когда-нибудь такую книгу? Ребе Юзек сказал, что левит не читают верующие книгу левит. Я говорю, параллель Паминон тоже не часто заходит. Слегком длинное название. Одно название прочитаешь, устанешь уже. Еще там куча глав. Седьмая глава. Ну, давайте даже с 14 стиха. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. Я услышу с неба. Он говорит, вот он, вот что привлекает. Видите, что-то Бога привлекло. Я услышу, говорит, с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. И ныне очи мои будут отверсты и уши внимательны к молитве на этом месте. До этого, значит, не было так. Но ныне мой взор сюда, мое внимание на вас. А туда, куда у него очи, как пламень огня, куда он смотрит, туда огонь приходит. Туда суд Божий приходит над всеми. Все, что против воли Божьей, подвергается суду. Тут Бог просто посмотрел туда. Помните, он говорит, на Содом и Гоморру великий, доходит до меня много. Сойду, посмотрю. Помните? Точно ли так? И с чем это закончилось для Содома и Гоморры? Бог посмотрел. И не спал огонь с неба, и все эти города были уничтожены. Поэтому, когда мы привлекаем Божье внимание, и вы, Господь, алло, вот мы тут. То есть, что-то мы сделали. И он начинает смотреть. И эта концентрация семи очей, семи глаз со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, начинает сжечь. Что произойдет с землей, на которой мы живем? Туда придет суд Божий и будет утверждать Царство Божье. Павел с силой, да, потом с Варнавой, они пришли в Ефес, город посвященный, город-служитель Артемиды. Город-служитель, так называли его. Артемиды и Ефесы. Город, в котором она, просто это весь город посвящен служению ей. И туда пришли суды Божьи. И люди собрались и сожгли книги. По разным подсчетам, от 15 до 30 миллионов долларов на наши деньги. Стоило это добро колдовское. И сегодня, повторюсь, когда мы были там в Ефесе, от этого храма не осталось ничего. Он утонул в болоте. Даже руины засосало в землю. То есть сама земля поглотила этот культ. Итак, говорит. Ныне я избрал и осветил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи, глаза мои, и сердце мое будут там во все дни. О каком месте речь? О храме в Иерусалиме. Он говорит, что во все дни, значит и сейчас. Значит и сейчас. Где Божье внимание? Где можно найти внимание Божье? В Иерусалиме. Почему в Иерусалиме? Я сейчас начал понимать, почему в Иерусалиме так много его? Потому что его очи постоянно там. Мы, ну, Иерусалим ждет. Это скажут вам те, которые сами оттуда. Иерусалим нуждается в стражах. Стражей нету сегодня. Туда приезжают верующие пастора, эмигранты, эмигрирующие из Савдепи туда, в Израиль. И они там устраивают ровно то, что он делал у себя в Жмеренке, там в Тамбове, в Киеве. Он делает все то же самое там же. Филиал такой вот украинской, российской, белорусской церкви. А это все мимо кассы летит. Не понимая Израиля, он пытается Израиль, знаете, как подстроить под свою вот эту национальную идентификацию. Вместо того, чтобы сложить себе все и стать просто стражем на стенах Иерусалима. Этого не хватает. Он ждет. Кто-то сейчас может, говорит, я, я бы поехал, я бы пошел. Так кто мешает? Купи билет, получи загранпаспорт и съезди просто на разведку. О, ну это же целое дело. Как хотел тогда ты там быть постоянно стражем. Это целое дело, да. Это стоит чего-то. Не в отпуск поехать, не машину купить там, не ремонт дома сделать, а съездить в Израиль на недельку и провести там время в молитве, ходя по Иерусалиму, получая. И там все, мозги становятся на место. Столько пазлов складывается. Итак, туда, куда привлечено Божье внимание, приходит суд и утверждает его царство. Грех же отвращает внимание Божье. Давайте Откровение. Нет, давайте Бытие 28. Еще сейчас о камнях. Ох, ох, ой. Бытие 28. Значит, Иаков. Иаков, он же Израиль. 20 стих. И положил Иаков обед и сказал, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, то я, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вон, люди жили в этом Откровении. Никаких заповедей, законов не было. Говорит, этот камень будет Вифиль, Домом Божьим. Иисус Анавина, смотрите, камень, да? Иисус Анавина 24. Помните, Ишуа сказал, если они замолчат, камни запьют. Камни начнут говорить. Почему камни? Почему не деревья, да? Почему не сказал? Если они замолчат, деревья заговорят. Деревья покрасивей камней. Нет, камни. Камни. Сейчас, Иисус Навин 24. Стих 27. И сказал Иисус всему народу, вот камень этот будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа. Кто слышал? Камень слышал? Камень будет... Люди жили, и это нам надо научиться у Израиля вот этим вещам. Видите, они это понимали. Зачем они взяли 12 камней с Иордана вынесли? Говорят, вот все это свидетельство какое-то, это память. Он будет, наши предки скажут, что это за камни, и мы скажем, вот что это за камни. Эти камни видели, эти камни слышали. А то еще и рассказать могут. Этот камень, где мы читаем? Подождите. Чтобы он слышал все слова Господа, которые Бог говорил с нами. И он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. Камень. Камень. Куда смотрит Бог? Бог смотрит на камень. Откровение, 5 глава. Буду по чуть-чуть заканчивать. У вас есть камень вообще? Он говорит, дам ему камень, а на нем новое имя. Где? На камне. Что нам с камнем этим делать? На веревочку повесить? А может он большой и неудобный? Об Израиле что сказал Бог? Я сделаю Израиль камнем, который кто хочет поднять, надорвется. Израиль, говорит, для всех народов будет как камень, и они все будут пытаться его одолеть, и все будут рвать спину у себя. Не смогут никто поднять его. Откровение, значит, 5 глава. Шестой стих. Даже нет. С 4 стиха. И я много плакал о том, что не нашлось достойного раскрыть и читать этот свиток, и даже посмотреть в него. И один из старцев сказал, не плачь, вот лев, лев, из колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть этот свиток и снять 7, 7, 7 печатей. Я не пишу, не говорю книгу, потому что там свиток на самом деле. 7 печатей. Если снять одну печать, он не откроется. Если снять 6 печатей, он не откроется. 7 должно быть. Нельзя Бога чуть-чуть взять. Нельзя чуть-чуть, понимаете, ну я уже 4 печати, извините, считаться надо. Какая смысл, он закрытый до сих пор, свиток. И я взглянул, смотрите, еще раз, вот кто не слышал, ангел ему говорит, вот лев, он говорит, я взглянул, и вот агнец. Тот ему говорит, вот лев, из колена Иудина. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, ягненок. как бы закланный, имеющий 7 рогов в прошлое служение и 7 глаз. Господи, когда это рисуют люди, лучше не пытаться рисовать. Я видел, рисуют эту картину, это же фильм ужасов. Смотрите, баранчик, ягненочек, 7 глаз. Ну как еще ты можешь представить, 7 рогов, такой же монстр, стоит мутант, Чернобыль. Имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть, 7 духов Божьих, посланных во всю землю, землю, не небо, а землю. 7 очей. Вот это все об одном, это все об одном. Откровение 1 глава. 4 стих. Иоанн, с семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, есть, видите, нельзя говорить был. Во-первых, он есть, потом он был, и грядет снова. Он был, он есть, и говорит, нет, не так. он есть, и был, и грядет снова, и от семи духов. То есть, книга Откровения, это послание Иисуса Христа и семи духов, находящихся перед престолом его. И от Иисуса Христа. То есть, мы это вообще в расчет никогда не брали, что есть какие-то семь духов. И что за духи, да? Что семь? Как их зовут? Вася, Петя, Маша? И почему эти духи нам какие-то послания посылают через апостолов? Слушай, глаза открыться должны когда-то. Мы, вот смотрим, смотрите, можно взять плакаты и ходить. Мы против абортов, мы против гомосексуализма, мы против коррупции. Выйдите, попробуйте сейчас на площадь Ленина. Мы против коррупции. Все быстро тюремным служением закончится. А это же не наш путь. Во-первых, мы так ничего не решим, ничего не решим. Просто, ну, это так вот, холостые выстрелы. Потому что, кто идет, коррупционер, он увидел этот плакат, он посмеялся и пошел дальше. мы против наркотиков, перестаньте колоться, перестаньте. А наркоманы что, отреагируют на это? Ой, смотрите, люди вышли, надо же как-то перестать колоться. Нет, конечно. Но мы, 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 церковь, можем привлечь внимание Божье настолько к своей земле, что придут его ангелы, и перед ним идет огонь. Помните, Давид, 17-й Псалом, начал молиться. «В тесноте моей возвал я Господа». Помните, цепи смерти облегли, узы ада. И Господь услышал, что написано? Господь услышал, говорит, сел на Херувимов, полетел, то есть, он привлек внимание Бога. И Господь навел порядок, и Давиду дал силу поразить всех врагов его. Привлечь внимание Божье, наверное, это и есть смысл существования церкви, одна из ее функций, так можно сказать. Если мы не привлекаем Божье внимание тем, что мы делаем, не теоретически, а фактически, тогда, конечно, мы очень слабо, с натяжечкой можем назваться церковью. Итак, чтобы поразить Голиафа, недостаточно камня. У этого камня должны быть глаза открыты. Чтобы быть частью храма, недостаточно быть камнем, нужно быть живым камнем. А у живого камня открыты глаза. То есть, он видит и на него смотрит. Контакт с Богом, как еще он может быть? Я смотрю на него, он смотрит на меня. Вот, тогда мы в живом контакте. камень, который разбил из стукана. Помните, Даниил описывает «Сталгорою». Это должен быть живой камень. Открытые глаза. Чтобы уподобиться Христу, камню, отождествиться с ним, у камня должны быть открыты глаза. Это все приводит в итоге к чему? К тому, что нужно масло в светильнике, нужны пророки в церкви, нужны те, кто будут нести это ведение откровения, которые не просто будут убаюкивать и говорить, все будет хорошо, все наладится. Знаете, слово от Господа, все наладится. Не переживайте. Россия великая держава будет во имя Иисуса. Ну, это такое, знаете, вот так вот как бы пошумели, разошлись. Нужны люди, это не все. Видите, две маслины, не 22, не 2000, а две маслины было и семь светильников. Два к семи, да, вот где-то вот такое соотношение. Бог дает пророкам слово, и он говорит, слушайте это слово в церкви. Говорит, я посылал к вам пророков с раннего утра, но вы не хотели их слушать. Через пророков Бог стучится. На ком концентрация внимания Божья? На апостолах и на пророках. Имея самого Иисуса краеугольным камнем. Утверждены на основании апостолов и пророков. Поэтому, где апостольская, где пророческая, там концентрация Божьего внимания находится, как ни крути. Я имею в виду настоящая, безусловно. Мы еще все как бы развиваемся и так далее. И так, сегодня, так, подытоживая, мера Божьего присутствия в том или ином месте обусловлена мерой Божьего внимания к этому месту, к человеку. Есть люди, на которых Божье присутствие очень сильно, на которых чуть-чуть. Есть люди, с которыми он говорит, я с ним общался, как с другом, лицом к лицу. Вот так вот я с Моисеем разговаривал. А есть те, на которых просто вот проходя мимо, там, знаете, взглянул Господь, и это для человека уже счастье, он растаял. Моисей, выйдя из общения с Богом, сиял, принес заповеди, сияло его лицо. Может быть, выйдя он не оттуда, он бы не разбивал эти заповеди, не разбивал бы этот камень. Что значит разбитые первые скрижали? Это Иисус, умерший на кресте. Мы его ломаем, тело, когда принимаем, сокрушаем его, а другого нет пути. Мы не можем эту всю запихнуть себе в рот целиком. И он только разломав и разделив друг друга, мы его можем принять. Но выйдя из этой славы, выйдя из этого присутствия, может быть, придя там из отпуска, приехав, может быть, он разрулил бы поспокойнее всю эту ситуацию. Но выйдя из Божьего присутствия, там другого не было пути. И затем Господь говорит, а теперь друг мой, он сказал Моисею, сам скрижали вытесывай, до этого ему Бог дал скрижали, он ничего не вытесывал. Проведите эксперимент, давайте как-то попробуем вытесать скрижали из камня. Это же не одного часа дело. Шаг правого уже клевого скрижали не получилось, да? Обломилось. Вот ты же тесал, да, камни? Плиточку, да? То есть чуть-чуть не так рубанул, уголок сколол, уже же Господу не пойдешь с таким. Поэтому первое скрижали, которое было прилоблено, Христос, который пришел как благодать и умер за нас на кресте. Вторые скрижали, это Христос формирующийся в нас. Почему так все медленно? Потому что он в нас формируется, и чтобы уподобиться ему нужны открытые глаза. Итак, привлечь Божье внимание, это наша задача, чтобы Бог посмотрел на Крым, на Россию, на Украину, на мой дом, на мой район, на мою семью. Что для этого надо делать, это отдельная вообще тема разговора. читаем слово, и там много ответов есть. Но также в глобальном смысле сегодня Божьи глаза смотрят на Израиль. Он сказал, вовеки, вот мое внимание там будет вовеки, навсегда. Соответственно, если мы, то есть невозможно привлечь Божье внимание, не имея вот этого в виду. То есть без этого коннекта элементом Израиля мы Божье внимание не привлечем сюда. У него нет шизофрении. Это не какой-то политик украинский или российский, который говорит одно, думает другое, делает третье. Если он сказал Израиль, оттуда выйдет слово, с Сиона выйдет слово, не из Москвы, не из Киева, тем более не из Симферополя, тогда нам нужно на Сион за словом, которое мы принесем в нашу землю. Я это увидел конкретно в Израиле, сейчас закончу, потерпите еще, что мы будем ездить, люди со всего мира будут ездить в Израиль, кто там не живет, получать слово для своей страны, для своей нации, для своей земли и привозить его назад. Это и есть как уста мои ты будешь. живое слово. Мы будем приезжать и наша земля, она ждет нас, она ждет, когда вы уже начнете ездить, когда вы начнете говорить ко мне. Когда дракон преследовал женщину в книге Откровения, земля помогла ей. Земля, дракон пустил реку, земля открыла уста и поглотила реку и помогла этой невесте, женщине избежать. Поэтому это две грани. Привлечь внимание и второй без Израиля этого не получится. Поэтому церковь, не имеющая откровения об Израиле, она еще находится в дворовой лиге, так скажем. Выйти поиграть, когда настроение есть. Ну что, футбольчик? Футбольчик давайте. Погоняем. Баскетбольчик. Что там, мячик есть? Та нет, что-то нету. Ну тогда волейбол. Вот такое. Вот это та лига. Но если мы выходим в более высокий класс, уровень, там уже нету такого. Там мы приходим четко. И знаем, что мы будем делать. Кто на какой позиции находится. Не просто, знаете, как видели, как в футбол бегают эти любители и профессионалы. Любители всей толпой за одним мячиком по всему полю. Какой-то рой-мух вот такой. Профессионалы, они каждый на своей позиции. Никто не бегает, где не его зона ответственности. Он следит, он знает, что если отсюда сбежит, потом те его через эту и все, и там никого нет. Перекинули. Окей, хорошо, буду заканчивать. Глаза должны открыться. Для этого нужно слово Господа. Чтобы было слово, нужны правозвестники, нужны апостолы, пророки. Я не имею ввиду проповедь, проповедь может прочитать любой человек. Но принести послание, которое откроет глаза, это функция апостолов и пророков. Причем для этого не надо быть таким, я пророк тут, я апостол. Это дух, в котором можно находиться. Есть много апостольских людей, которые никогда апостолами себя не называли и не называют. И они не супер мега известны и популярны. но их слово земля слушает. Окей, слава тебе наш царь. Господь, на основании слова твоего мы молимся, чтобы наша земля, она услышала твой голос. И как написано у твоих пророков, и будет тот день, я услышу небо, и небо услышит землю, и земля услышит хлеб, вино и елей, и эти услышит Израиль. Мы молимся, чтобы твое слово, оно было провозглашено устами твоих апостолов и пророков, ко всякому народу и всякому, всякой земле, всякому региону. Пусть твое слово, как огонь, приходит и утверждает твое царство на земле, как на небесах. Мы молимся, Господь, чтобы поднялась эта новая порода, это новое поколение твоей экклесии, поколение, ходящее в славе, поколение, умеющее привлекать внимание твое и удерживать его на том месте, где ты поставил их. Мы также молимся, чтобы этот коннект с Израилем, с элементом этого избранного народа из всех народов, он принес в тело понимание вечного замысла твоего, чтобы не быть младенцами, не колебаться, не увлекаться разными учениями, не мельтешить, но видеть четко и понимать конкретно, что ты ожидаешь. и по даму, что не даму, Продолжение следует...